Всем привет! С вами Ольга, вы на канале Оздоровление с Ольгой, но в этом видео, начиная с этого видео, у меня добавится немножко новый контент. Мы с детьми совершили переезд в другую страну. Переезд был осознанный, вынужденный, и я хочу поделиться с вами, как у нас это все происходило, как мы ехали и как проходит наше обустройство в такой стране, как Ирландия. Мы выезжали из Кишинева на самолете, до этого ехали на такси, потом пересели на автобус, который ехал с Одессы, перешли границу и дальше уже пересели на самолет. Для аэропорта. Сейчас будем идти и оформляться на рейс. Вы тут как? А ну покажитесь. Ручками помашите. Ева, как? Готовы? Мы тут. Вот аэропорт. Где вы там? Встаньте все. Помашите ручками. Так. Ну что, все нравится? Да. Да? Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Видите, вот тут чемоданы. Не знаю. Мы первый раз это все видим, конечно. Вот. Контроль. Идем дальше искать наш лейс. Ку-ку. Что, идем на регистрацию? Да. Ждем нашей очереди. Да. Прошли контроль? Прошли, Марк. Ты прошел контроль? Да. Прошел? Все, хорошо. Чемодан не пришлось тащить, как мы думали. Показите. Сейчас ждем нашего рейса. Ой, я думала, что наш чемодан весит 50 килограмм. Он 23,5 завесит. Набили мы его знатенько, да, Марк? Конкретно набили. Ну, влечем. Серьезно? Где? Не уведет. Самолеты там. С самолетом мы летели 3,5 часа. И разница с нашей страной, Украиной, составила 3,5 часа. То есть мы вылетели в час 25, а были там в 5 вечера. Разница с нашей страной составляет 2 часа. То есть здесь на 2 часа раньше времени. Мы долетели хорошо, проехали все хорошо, да. У деток там были некоторые моменты. Я видео буду вставлять нарезочки, как это все происходило. Ой, как солнышко нам светит. На жарко, да, на улице прохладненько, а на жарко. Вот мы уже с билетиками. Оказалось, не все так действительно страшно, как вначале думалось изначально. Вообще аэропорт маленький, все понятно, очень приветливый персонал. Все объяснили подробно. Смотри, как есть. Казал ожиданий. Здесь люди приедут. А мои побежали на самолеты смотреть. Такое солнышко потрясло. О, бегут, бегут, бегут. Я успею. Марк, ну что ты там увидел? Мам, идем покажу. Что там? Я вижу отсюда. Направление, где написано Дублин. На сколько у нас? 13.25. Вот здесь мы будем выходить к самолету. Да, детки? Полиция поехала. Что там? Полиция. Полиция выехала? Да. Мы потом сядем на какой-то из этих автобусов, и он нас повезет прямо к самолету. Наш самолет. И беда, и беда, и беда. Он не носит. И там он не носит. Наш, он наш. Он не наш самолет. Что тебе как? А тебе нравится? Ух ты. Добрый день. Мам, можно, пожалуйста, поесть? Нет, пока ничего не надо. А поиграть на планшек? Нет, сейчас нет. Мам, что это еще? Ох ты, не знаю. Родька, ты где, Родька? Ты в самолете? Да, тебе нравится. А что там у тебя? А, как говорится, я не в самолете. А Ева у нас расстроенная, что она не села возле окна. Но на окошко только одно, поэтому... Родька, ну как? Нормально. Как впечатление? Ева, как? Хорошо? Марк, как впечатление? Круто. Круто? Мы отпускаемся. Ему сейчас просто летим. Хочу пить. Да, ощущения, конечно, такие. Голова кружится. Да. Все снимаю, я то. Мы сегодня летим в другую страну. Сейчас мы опускаемся. Пальцы не бери. Закрывай экран. Вон там... Вон там крыло. Мы опускаемся сейчас. О, какие ощущения. Да, тут круто. Мама нам сюрприз сделала. И мы сейчас летим. В их на то время? Да. В опускании? У них то уши болели, но уже прошло. У меня тоже болело уши. Болели, поэтому... Сейчас она уже прошла. Я глотнул слюню, и прошло. Сейчас мы опускаемся на землю. Вот. Там земля. Вон. Мы из Молдавии выехали на автобусе, а потом на самолёт. Сейчас вот мы на самолёте летим. Скоро посадка будет. Пока-пока. И, в принципе, можно сказать, что дорога прошла достаточно легко, потому что я себе в своих мыслях, да, когда ты... Вроде бы я знала все моменты, что как приблизительно будет в стране, но сама дорога, она для меня была непонятна. Это мой первый полёт далёкий, вообще такой первый переезд в другую страну. Даже я никуда не выезжала никогда в путешествия. И дети тоже, только по стране у нас было. Вот мы вышли с самолёта. Идём по такому туннелю, да, Ева? А ну, подойдите вперёд. Это вон. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. Мы едем за чемоданами, нас оформили. И подошла к нам женщина на украинском. Разговаривала. Сейчас мы идём наш чемодан искать, а потом уже дальше нас повезут. Так. Наш... Вот, восьмое... Багаж. Где наш? Ищем. Сейчас будем искать. Так, у нас номер вон. Для неевропейцев сказали сюда, для украинцев. Сейчас ждём очереди. Когда мы приземлились, мы прошли паспортный контроль, где я на своём ломаном английском, но, тем не менее, удалось изъясниться. У нас там война, у нас там война, и сказала о том, что мы с Украины и нуждаемся в помощи. Нас сразу сказали подождать, и к нам потом подошла украиноязычная женщина, которая собрала всех с Украины и нас переселили в автобус. До этого мы пошли за чемоданами, и затем мы час добирались до пункта назначения. Это Сити Вест. Это такое помещение, где вот проходят все вот это распределение. Так, это мы ждём. В лагерь, наверное, нас сейчас отведут. Вы как? Мои фунтики. Сгудят самолёты. Нас посадили в автобус, и сейчас едем дальше за местное назначение. На втором этаже мы оформляли документы. То есть сразу нам всё объяснили при входе в помещение мужчина, что, как это будет происходить. То есть мы проходили первый этап, второй, третий этап. То есть третий этап – это уже поселение. На первом этапе нам вручили водичку, вручили пакетики такие, где был чипсы, два бутербродика с сыром и шоколадка, и бутылочка воды. Вот это было очень важно, потому что мои дети безумно хотели пить. Вода вся закончилась, и вот это была самая большая сложность. Они очень просили, и сложно им было это перенести, но мы выдержали. Потом вручили всем документы, и постепенно мы передвигались, то есть там такая большая комната, где я не снимала там, потому что там нельзя. И детки играли посередине зала с игрушками, чему они были чрезвычайно счастливы, отвлеклись. И в это время мы пересаживались к специалисту, то есть вызывали и садились. Они полностью помогали, как оформить на русском, украинском языке, разговаривали, а мы всё писали на английском. Потом ожидали, и сразу переходили в окошко, где уже вводили полностью все данные, нас фотографировали, детей фотографировали. И далее мы, когда это всё оформили, спускались ниже на этаж, и там уже ожидание. Там были столики, где мы могли покушать. Огромное количество людей, не только украинцы, то есть там были и негроидные расы, и разные-разные с разных стран люди. И вот кого как распределят, как быстро, то есть мы были уже поздно, уже был поздний вечер, это уже зависело от, я так понимаю, ситуации, от с кем ты. То есть я знала, я надеялась на это, и так и подтвердилось, что детей, и особенно мама с детьми, их в первую очередь. И так как у меня их трое, и нас не заметить невозможно, нас шумные с компанией. И мы буквально там, наверное, 15-20 минут посидели, и к нам подошли волонтёры и сказали, что мы нашли для вас жильё. Хотя я рассчитывала, что мы будем ночевать вот там, там есть место, где располагают всех, типа как спальные места, и ты какое-то время там живёшь. Я так понимаю, кормят, есть какие-то минимальные там туалеты, такое всё. И иногда люди там находятся неделями, прежде чем их расселят. Я, конечно, была поражена, как насколько быстро это сделали с нами. То есть нам сказали, мы подождали, потом я быстренько, они посидели с детьми. Я пошла к специалисту по расселению, это был мужчина-сириец, очень приятный. И вот это отношение к детям, оно меня вообще поразило. То есть за ними там просто что-то, там, кушать, пить, там, шалости их, это такое всё вполне нормально. Нас собрались отвозить в Гормонстон-парк, так называется посёлок. Туда ехать где-то на такси, ну, в принципе, на маршрутке тоже, так сказали, 40 минут. Но из-за пробок может быть где-то час это занять времени. В общем, нас сказали, что мы будем ехать в автобусе, но в итоге для нас вызвали такси, оплатили. То есть волонтёры это оплачивают. Я была очень-очень-очень растрогана. Я не тащила тяжеленный чемодан, то есть всё красиво, по-джентльменски. Мужчина нас посадил, деток пристегнул. И мои вырубились в такси, потому что нигде они уснуть не могли. Уже настолько были уставшие, но в такси вот буквально на полпути они крепко спали, еле-еле их смогли поднять. Мы были на месте где-то в часов 11 вечера. И, конечно, тогда я была ещё в таком лёгком шоке. Очень много событий. Когда я зашла, я увидела, что это отдельная комната. Нам сказали, что отдельная будет комната, четырёхместная. И дальше я уже в следующих видео расскажу, покажу, как мы обустроились, какие здесь правила, какие у нас условия. Если у вас будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить, на какие смогу. До встречи в следующих видео. Я думаю, для кого-то будет много интересного. Всего вам хорошего. Пока-пока. Вот здесь мы ожидали поселения. Вот мои жучки. Мы уже сейчас собираемся. Нас расселили. Боже, тут такие люди просто. Нас оформили в числе самых первых. И уже дали нам жильё. Сейчас сказали, что вызовут для нас такси. И мы будем жить в комнате. Да? Зайчики, ну что вы? Не кричи, не кричи, зайка. Не кричи так громко.